Наталья рисует рассвет, делает из фольги фигурки людей, которые крепко сжимают друг друга в объятиях. Девушка прошла реабилитацию в Самарском онкоцентре. Думала справиться с психологическими проблемами сама, но потом поняла, что лучше обратиться за помощью к специалистам. Я люблю обниматься. Мне кажется, что когда мы обнимаем друг друга, мы дарим друг другу тепло. И создаем, даже если обнимаем кого-то незнакомого, это как создание такого комьюнити. Игрушки на полках в кабинете психолога сделали пациентам онкоцентра. Здесь они рисуют, лепят и ведут беседы. Такой метод называется арт-терапия. Для каждого пациента доктор подбирает свой ключик. Универсального у врача нет. Всегда подбираются не только секретики, но и подбираются общие направления работы. Подбираются методы, которые мы используем. Потому что арт-терапия – это не единственный метод. Мы и разговариваем. У нас есть и релаксация. У нас есть различные телесные техники. И арт-терапия тоже очень-очень разная. С кем-то мы лепим, а с кем-то мы рисуем. И не всем и не каждому будет подходить какой-то один метод. Система реабилитации в онкоцентре состоит из трех этапов. Это комплексный подход на протяжении всего этапа лечения. Начиная с стационара, реанимации, на стационарное отделение есть реабилитация. И также на амбулаторном периоде, когда уже вроде бы ты прошел все этапы специализированного лечения, но у тебя остались какие-то последствия. Это могут быть психологические, это могут быть физические ограничения движения руки, какие-то дискомфорт. Наша задача в качестве жизни пациента вернуть либо к прежнему состоянию, которое было до диагноза, до лечения, либо по крайней мере скорректировать его, чтобы он жил качественно и вернулся к работе. Каждый год в амбулаторное отделение медицинской реабилитации обращаются около 7,5 тысяч пациентов. Порядка 4 тысяч нуждаются в помощи психотерапевта. И они ее обязательно получают. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.